Есть такая профессия. Деньги выпрашивать у людей. Нищие одолевают водителей на перекрестках. Безусловно. Есть люди, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Им и нужна подчас помощь. Но речь сейчас не о них, а о профессионалах. Вот, посмотрите, ходит женщина. Ходит часто. Вижу ее здесь периодически. Что-то собирает. Машины, окна открывают, что-то ей протягивают. Не первый раз. И периодически место, наверное, хлебное. Они подходят и говорят, что на какую-то помощь оказать им финансовую к водителям. Также сказали, что ребенку на операцию. Потом в итоге мы эту женщину видели. Она уже другую историю придумала. И мы уже поняли, что попались на это. Я сама подавала, так что мне не жалко было. В то время сейчас никому нельзя доверять. Ну, это их дело. Я, главное, подаю доброе дело. Кто-то считает, что если он подаст, то он сделает хорошее что-то. Ну, это уже, если человек по карману, почему бы и нет. Только вот не знаю, на что идут деньги. Вот чего обидно. Здравствуйте. Здравствуйте. А почему я вам должна сказать? А зачем собрать деньги сводиться? На что собирается? А что, сладитесь за мной, да? Я пришла приехать. Зачем? Ничего. Отдел полиции номер два. Донесли не отстоялись. Задержанную доставили в отдел полиции для установления личности. Так как статьи по прошайничеству в уголовном кодексе нет. Ее сразу отпустили. Как выяснилось, живет гражданка прямо рядом с тем самым перекрестком, на котором работает. И соседи не считают их особо нуждающимися. Это моя соседка ходит, спрашивает деньги. У него вроде кроссовки фирменные, хорошо одевается. Вот, то есть у нее двое детей, муж, ну, вроде как обеспеченный. Но я видел тут раз в четыре, может, она ходила. Кстати, несколько лет назад правоохранительные органы раскрыли целую группу лже-афганцев. Цыгане собирали инвалидов, наряжали их форму и заставляли просить милостыню под видом ветеранов войны. А сюда приехал, то деньги кончаются, то пойду, посижу немножко. А в форме вы находитесь? Вы как-то относитесь к войскам каким-то или нет? Да нет, купил просто-то, наделал. А вы где проживаете постоянно? Украина. Украина, да? Кто у вас старший? Она, Аня, и его Петя зовут. Его Петя зовут? И жена Аня, да? Да. Сколько военных инвалидов? Военных инвалидов? Ну, в форме, в форме сколько? Три. Трое всего? Да. Нет у нас работа, мы все ходим просить. Я правда говорю. Да, вы просить, хочешь? Да. Кто хочет, даст, кто не хочет, не даст. Нормально, мы разве сзади, да? На 4-4 часа. Ну, не все, что нормально, пачки, там, тут добрые люди, русские люди, добрые люди. Вот вы и пользуетесь, да? Кстати, тогда же было установлено, что один профессиональный нищий в плохой день зарабатывает 2 тысячи рублей, а в хорошей до 10 тысяч. В общем, когда подаете милостыню, задумайтесь, кто из вас больше зарабатывает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!